Глава икра начинает новая книга, книговая икра. И, как известно, первая глава, первые две-три главы занимается в основном темой жертвоприятия. Есть разных видов жертвоприятия. Одна из них называется хатат. Хатат жертвоприятия, если человек нарушил запрету, определенные запреты, которые есть в категории запреты, за которые, если человек нарушил не специально, или он забил, что такой запрет есть, или забил, что то, что он делает, входит в эти запреты, тогда он должен принести жертвоприятие, хатат, есть правила, что и что. Есть еще субкатегория. Если необычный человек нарушил, например, если Коин Гадол, Коин Амашиах, он нарушит тогда его свое жертвоприятие. Потом то рассказывает, что весь народ Израиля нарушил запрет. Как это может быть? Объясняется в Хазал, объясняет, что имеется в виду, что Сан-Хедрен принял неправильное решение, и они разрешили то, что было запрещено, и весь ювецкий народ нарушил запрет. Это называется хатат Ам. Есть еще третья категория. Ашер Наси Хат ехата. Если Наси, Наси — это не Коин Гадол, но он тоже лидер, лидер поколения. Не лидер только в духовном понимании, а лидер во всем. И он нарушил, может быть, царь, и он нарушил запрет. Тогда у него свое необычное необыкновение хатат. Говорит Тора, когда Тора рассказывает о второй категории, когда весь народ нарушил, в конце посуха Хафаалов, в четвертой главе написано, вот цият хапар, вытаскивает этого бик, который приносит Мухусам Ахане, сжечь его. И хатат Хакахал Ху. Это называется народный хатат. Это хатат, который народ приносит. И сразу начинается следующее. Ашер Наси Хат, а если Наси будет грешить? Это говорит Меша Хохмо, велик Равмир Симха из Двинска, говорит, что здесь есть намек, что есть связь между то, что народ, то, что называется хатат такаал, хатат народы, и есть следующая глава, следующая история с лидером, поглядя, который грешит, а есть какая-то связь. Что это значит? Равмир Симха говорит, что часто мы смотрим на людей, которые над нами, которые имеют власть над нами, и они какую-то ошибку совершают. О, такой большой человек, и он ошиблась. Говорит Равмир Симха Мешахохмо, говорит, что иногда это мы виноваты. И он приводит две интересные истории, которые доказывают, которые поддерживают эти позиции. Первая история, которая случилась во время Давида Меллах. Мы знаем, что царь Давид, это написано в книге Шмуэл, Шмуэл Бет, 24 глава, и там написано о том, что Давид считал еврейский народ, это нельзя делать, разные объяснения, что именно была его ошибка, или вообще нельзя считать евреев, или можно, но надо это делать через монеты, как написано в Торо. В любом случае он нарушил, и из-за этого была пандемия страшная, 70 тысяч человек погиб, и, но в начале этого глава написано, что в самом начале написано, и гнев Всевишний был над еврейским народом, и из-за этого Давид грешил. Так написано в открытой текстовой посылке, что мы видим, что в какой-то причине уже был какой-то грех в еврейском народе, преступление какое, не написано какой, но какой-то гнев был. Рашид там пишет, я даже не знаю, какой был проблем, но была какая-то ошибка, которую совершил еврейский народ. Из-за этого случилось, что царь Давид ошиблась. То есть мы видим этого момента, то есть связь между постоянным народом и то, что глава народа в этой ситуации, это царь. Еще одна ситуация, это был царь Йошияо. Йошияо, мы знаем, что Йошияо был сын Амон, и внук Минаша, Амон и Минаша, его предки, они были злые цари, они ввели еврейский народ на поклонницу. Почти никто не помнил даже, что есть такой бог, есть такой храм, они только про Идли знали. Йошияо раскрыл Тора, и он понял, что это большая ошибка, и начали делать движение, большое великое движение чуву еврейского народа. До такой степени, что написано, что он отправил даже охранники, чтобы проверить народ, и оказалось, что все вернули к чуваку. Что случилось? В этот период приходит Нехо, Нехо был царь Египта, он говорит, у меня война есть, не вам, вам нет претензий, но у меня другой народ, который я хочу через Эрд-Исраэл проходить, чтобы воевать, другой народ, который есть в районе Юфрейта, река, там у меня война. Йошияо отказалась. Почему отказалась? Потому что написано в Тора, что если есть соблюдение заповедей, если есть изучение Тора, тогда меч не проходит через землю и учит нашу мудрость, и даже меч, который не твои, не твои война, даже чужой меч не проходит через твою страну, через страну Израила, поэтому он уничтожил, поскольку все вернули к чуваку. Надо так делать. Пророк Ермияу был продан, он сказал, так не делать, надо пускать, надо ему пускать. Он не слышал Ермияу, он отказался, парон охот сгорелся, и он злился, и наоборот, он начал воевать с еврейским народом, и убил царя Йошияо. В конце последнего дыхания Йошияо, последнего слова, был цадик Ашем Кипиума Рити. Вот священный цадик, потому что я сделал неправду. То, что я не слышал, пророк. Потом рассказывает наше в Талмуд, написано в Таане, 22 лист, там объясняется, что на самом деле Йошияо был прав, если бы все вернули к чуваку. Но оказалось, что были евреи, которые прятали их идоли дома. Что они делали? У них в ходе дома были два двери, которые открылись вот так. И если открыты двери, ничего не видно. И проходили охранники, проходили слуги цари и проверили дом, не было идоли. Но когда они вышли и закрыли дверь, как оказалось, что форма, которая была на двери, оказалось, что это форма идоли. То есть два двери вместе, когда они не видели, потому что была открыта дверь, но когда закрыта, то есть они скрытные, они продолжали служить идоли. И поэтому, из-за уровня народа, поэтому царь ошиблась, говорит, что это большой урок для нас. Конечно, наши лидеры, они имеют статус, что они должны больше, они больше аккуратно себя ведут. И к ним тогда больше ответственность к соблюдению заповедей и к своих поведениям. Но для нас важно понимать, что не всегда, не всегда это только от них зависит. Иногда их поступки зависят от наших поступков. Хатат хакагалгу, ашена сияхта. То есть из-за нас может быть, что большой человек может ошибаться. Шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова